Бسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا محمد وعلى الله وصحبه الجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры Помилуйся Всевышнего Аллаху سبحانه وتعالى Завтра, иншаллах, у нас последний день месяца Зуль-Ка'да последний день месяца Зуль-Ка'да послезавтра, иншаллах, первый день месяца Зуль-Хиджа Пророк Мухаммад, صلى الله عليه وسلم сказал в достоверном хадисе مَا مِنْ أَيَّمْ أَحَبُوا إِلَى اللَّهِ عَمَلُوا صَالِحَ فِيهِنَّ مِنْ هَذِي عَشَرَ Зуль-Хиджа То есть нету более любимые перед Всевышним Аллахом из дней, в которых Всевышний Аллах любит, чтобы его рабы совершали благие дела, чем эти первые дни первые дни месяца Зуль-Хиджа Если самые наилучшие из ночей, это последние ночи месяца Рамадан то самые лучшие из дней перед Всевышним Аллахом первые дни месяца Зуль-Хиджа В этом же хадисе посланник Аллаха после того, как пояснил нам, что более наилучших дней нету для совершения благих дел Мы знаем, что всю свою жизнь на протяжении всей своей жизни верующий человек старается делать благие дела Это одно из качеств верующего человека Верующие люди это те, кто веровали в Аллаха и делали благие дела на протяжении всей своей жизни Но однако самые благие из дней когда можно сделать эти благие дела это именно дни Зуль-Хиджа Аллах Субхану Ва Та'Аля в Коране сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля Он создает все, что пожелает и Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля Он выбирает, избирает То есть одну вещь над другой Одного ангела сделал лучше, чем других ангелов Как мы знаем из Пур'ана Сайдат Уль-Малайка То есть господины самые такие, которые приближенные любимые ангелы Аллаху Субхану Ва Та'Аля Всех Аллах Субхану Ва Та'Аля ангелов сотворил и их количество невозможно сосчитать Но однако из Пур'ана мы понимаем это Джибраил А.С, Микаил, Исрафил и Малак-Аль-Маут, ангел смерти И лучший из этих всех Джибраил А.С Из посланников самый наилучший Мухаммад Салаллаху А.С Из ночей Лайля Туль-Кадр, ночь предопределения Из месяцев Шахру Рамадан, месяца Рамадан Тот месяц, в котором Аллах спасал Кур'ан Из дней Яум Арафа День Арафа Из местности Мекка-Медина лучше, чем другие города И также вот эти дни для, именно для благих дел самые наилучшие первая декада первые 10 дней месяца Дуль-Хиджа Завтра, иншаллах, как мы сказали, последний день месяца Дуль-Та'Аля и послезавтра уже помиловься Всевышний Аллах Субхану А.С в среду начинается первый день Дуль-Хиджа 30-го числа будет День Арафа 31-го числа будет Яум Аль-Ид Пурбан Байрам Праздник жертвоприношения Посланник Аллах после того, как пояснил то, что самое наилучшее из благих дел именно эти дни после этого пророк Мухаммад сказал Больше в эти дни говорите Тахлиль слова Ла Иллах То есть Слова Единобожия Ат-Такбир Восхваление Аллаху Субхану А.С Аллаху Акбар И Тахмид Благодарить Всевышнего Аллаха Субхану А.С Славами Аль-Хамду Лилла И есть такая сыга такая формула которая обычно мусульмане говорят Аллаху Акбар Аллаху Акбар Ла Иллах Иллаху Акбар Аллаху Акбар Валиллах Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллах Велик Аллах Велик Ла Иллах Нету иного Бога достойного поклонения другого Иллаха достойного поклонения Ему Илла Ла Кроме Аллаха Аллаху Акбар Аллах Велик Валиллах И Аллаху принадлежит вся похвала Два раза Аллаху Акбар Аллаху Акбар В другом реваяте сказано три раза Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Аллаху Акбар ЛА ИЛАХА ИЛЛАХА ИЛЛАХА ИЛАЛЛАХУ АКБАР Аллаху Акбар и Аллаху Акбар Ил-Ал-Хамд Ибн Хачр али Ас-Каля Сказал нету далиля В Сунне, чтобы пророк Мухаммад Сказал именно так произносить Слова восхваления Однако Али бн Масуд Сказал то, что это самая наилучшая Из формул восхваления Ибн Аллаху Акбар Ибн Кафир сказал, то что мы не знаем более достоверней формулы для обосхваления именно вот этими адхкарами, этими дикрами, кроме как вот это, которое привел Али и Бен Мас'уд Рад Аллаху Ам. И такбират есть двух видов. Мутлаку аль-Мукайет. Мутлак, то есть с первого дня дзюль-хиджа, как наступит, то есть послезавтра, в любое время, постоянно произносить эти слова. Например, на машине едешь за рулем, такбират, произносить такбират. В машине сидишь в пробке, такбират произнес. Ходишь, идешь, гуляешь, как мы сейчас с вами на свежем воздухе около мечети, такбират произносишь. Ждешь от намаза намаз, такбират произносишь. То есть, самый лучший из адхкар, именно вот это, именно самый лучший из importing, которое мы можем произносить именно начиная с первого дня Дзюль-Хиджа. До Яумл-Рейд. До Курбан-Байрама. Это мутлаф. То есть в любое время можете произносить МукАйет. Привязанный. Имеется ввиду, начиная после утренней молитвы. Яумыль Арафа, как мы сказали, будет 30 июля. Прочитали утреннюю молитву и после утренней молитвы произносить эти текбират. После каждой молитвы, после утренней молитвы, после дугра, после асра, после магры, после аиша. На следующий день Яумыль Аид, на Курбан Байрам, произносить после каждой молитвы эти текбират. После этого Яумыль Таширик, дни Таширика, это получается у нас 1 числа, второй день праздника. Если у нас, например, в Рамадане праздник один день, то в Курбан Байрам праздник длится 3 дня. То есть 31, потом следующий, 1 и 2 числа уже как аср прочитали. Получается 2 числа аср, намаз прочитали и все, после этого уже текбират не произносится после молитв. Также, уважаемые братья и сестры, приближаться к Аллаху Субханава Тааля благими делами. И в первую очередь хотелось бы сказать, приближаться к Аллаху Субханава Тааля нашими сердцами. Аллах Субханава Тааля именно смотрит на наши сердца. Как сказал посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям, Всевышний Аллах Субханава Тааля не смотрит на ваш внешний облик. Аллах не смотрит на ваше имущество. Так на что же смотрит Аллах Субханава Тааля? На что же? Это очень важный вопрос, и мы должны задуматься об этом, уважаемые братья, уважаемые сестры. На что же смотрит Всевышний Аллах Субханава Тааля? Аллах Субханава Тааля смотрит на ваши сердца и на ваши дела. А благие дела, они зарождаются после того, когда в сердце есть благое намерение. Если в сердце нету благого намерения, то тогда дела, они аннулированы. Они не будут приняты, если человек делает то или иное действие не ради Всевышнего Аллаха Субханава Тааля. Как сказал посланник Аллаху Субханава Тааля, Каждое дело человеку записывается по его намерению. И каждому воздаст то, на что у него было намерение, на что он намеревался, по его намерению воздастся. Поэтому перед тем, как поклоняться Аллаху Субханава Тааля нашим телом, мы должны поклоняться Аллаху Субханава Тааля нашими сердцами. Мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху Субханава Тааля нашими сердцами. В эти дни, уважаемые братья и сестры, пора чувствовать, как мы последние ночи месяца Рамадан, мы чувствуем некую вот эту вот сладость поклонения. Мы еще больше чувствуем то, что Аллах за нами наблюдает. То, что мы чувствуем милость Всевышнего Аллаха, то в первые 10 дней Зульхиджа мы должны понимать то, что самые лучшие дни. Лучше этих дней нет. Я всегда говорю, всегда самому себе и всем нам, Аллаху а'нам, до следующих дней мы доживем или нет. Эти дни мы проживем или нет полностью. Да, Аллах, чтобы всем нам дал силы, чтобы Аллах дал нам здоровье, нам, близким, чтобы мы смогли правильно провести эти дни вместе Зульхиджа. К сожалению, в этом году на хадж мы не смогли с вами попасть. Многие, наверное, из нас намеревались поехать на хадж, и мы в том числе. Но Аллах, субханаху а'та'аля, все по его предопределению. Как Всевышний Аллах, субханаху а'та'аля, сказал, каждую вещь, Аллах, субханаху а'та'аля, с предопределением. Аллах, субханаху а'та'аля, все сотворил и все предопределил. Поэтому в этом году мы с вами делаем хадж по нашему намерению. Да, Аллах, субханаху а'та'аля, чтобы нам было записано. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху а'алейху ассалям. Если раб Аллаху, субханаху а'та'аля, заболел или куда-то уехал, был мусафиром в путешествии, то ему запишется то, что он обычно делал в тот момент, когда он был не болен и когда не был в пути. Также ученые, ссылаясь на этот хадис, говорится, если человек хотел какое-то совершить действие, которым доволен Всевышний Аллах, субханаху а'та'аля, но не получилось ни по его вине, как, например, в сегодняшний день, это не по нашей вине, мы не поехали на хадж, так как есть причин, то что границы закрыты, пандемия, то, иншаллах, братья и сестры, те, кто намеревался поехать на хадж, не печальтесь, вы, иншаллах, дай Аллах, чтобы каждый из вас взял награду по своему намерению, как будто он совершил полный хадж. И дай Аллах, субханаху а'та'аля, в следующие годы нам, иншаллах, собраться в самом наилучшем месте, около бейт-иллахи-ль-Атиг, около Ка'абы, в священной Мекке, для того, чтобы совершить хадж. Часто, я думаю, будет сейчас уместно вспомнить, то есть, задают вопрос такой часто, как нам поститься в эти дни. То есть, вот, например, послезавтра начинается первый день дур-хиджа. Нам подряд поститься, 9 дней, или через день поститься, или все, потому что все думают, что именно вот как начался, обязательно нужно все 9 дней пропоститься. И потом, то есть, говорят, вот эти дни поста, это, уважаемые братья и сестры, нету достоверного хадиса, указывающего то, что пророк, саллаху а'алейхи-васалям, все 9 дней подряд постился. Нету такого достоверного далиля. Но, однако, ссылаются ученые, почему именно пост? Потому что, так как посланник Аллаха, саллаху а'алейхи-васалям, сказал, самый наилучший из дней для того, чтобы совершать благие дела, это эти дни. И пост это также из благих дел. Но, однако, мы должны понимать, помимо поста, то есть, я всегда говорю братьям, близким, прихожанам, то есть, как Аллах в Коране говорит, заходите через разные двери. И также к Аллаху, субхану а'алейхи-васалям, мы должны искать пути через разные двери. Например, есть человек, который любит поститься, ему легко дается это. Аль-хамду лиллях, ты постись, брат мой, иншаллах. Да, Аллах, субхану а'алейхи-васалям, что принял. Есть человек, которому поститься тяжело. То есть, у него есть какие-то там, например, скажем, болезни, но они не такие болезни, которые вредят ему на здоровье. То есть, если он будет поститься, да, такие какие-то слабые, но все равно пост держать ему тяжело, то тогда, говорим, можешь заменить пост на другое какое-то благое дело. Побольше в эти дни читай Коран, побольше в эти дни делай адхкар, садақа. У кого-то нет возможности делать садақа, читай в эти дни дополнительные молитвы, делай добрые дела. Твоя улыбка в лицо твоего брата, это тоже садақа. То есть, любое дело. Не смотрите, братья и сестры, что оно маленькое, а смотрите на величие, перед кем мы его совершаем. И также, говорят ученые, если в эти дни дела перед Аллахом, субхану а'алейхи, любимые, и они увеличиваются в награде, то так же и грехи, то так же и грехи. Если человек совершает в эти дни грехи, то грех увеличивается, чем в обычные дни. Поэтому, альхамду лилля, Аллах, субхану а'алейхи, уберег нас с вами от любви к греховному. Сыгаран ва кибаран. Иншаллах, как всех нас, как в детстве, так и на сегодняшний день. У нас, у каждого из вас, альхамду лилля, в сердце есть отвращение к греховному. Он не любит греха. Но, однако, человек ошибается. Посланник Аллаха, салаллаху а'алейхи, сказал, Каждый из рабов Аллаха, из детей Адама, из людей ошибается. Но наилучшие из них те, те, которые просят у Аллаха покаяния, которые просят тяубы. Альхамду лилля, у нас с вами больших грехов нет. Но, если малые грехи, даже если человек совершает, то он не любит это. Он не любит эти грехи. Поэтому в эти дни мы должны еще больше быть бдительными и стараться беречь себя от греховного. Стараться беречь себя от греховного, уважаемые братья и сестры. Что касательно День Арафа. Пророк Мухаммад, салаллаху а'алейхи, сказал, Хайру дуа, дуа я умил Арафа. Самый лучший из дуа, из молитв, из обращения к Аллаху, это дуа в День Арафа. Поэтому в этот день, это будет 30 июля, постарайтесь, братья и сестры, приготовиться к тому, чтобы побольше обратиться к Аллаху, если у кого-то есть возможность взять выходной в этот день, чтобы именно этот день посвятить поклонению Аллаху, и делать побольше дуа, пусть он это сделает. потому что наши дни быстро пролетают. Эти такие ценные дни, они не всегда бывают, это раз в году. Поэтому постараться придать значение этому дню и побольше делать дуа. И сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, И самое лучшее, что в этот день, в День Арафа, произносил я, говорил я, сказал постаратник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и пророки, которые были до меня, нету Бога кроме Аллаха, нету достойного поклонения кроме Аллаха, ему принадлежит власть, ему принадлежит вся похвала, и он всемогущий, он может все, Всевышний Аллах, субханнаху ата'алью, поэтому это в День Арафа. Также пост, если кому-то, у кого есть возможность, братья и сестры, продержать все 9 дней, альхамдуля, пусть он это сделает, продержать пост. У кого-то нету такой возможности, день через день, или какие-то выборочные дни, или понедельный четверг, но однако касательно Яуму Арафа, это 30 июля, будет у нас как раз четверг, обязательно постарайтесь продержать пост в этот день. Почему? Потому что об этом посте посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отдельно сказал, Пост в День Арафа прощает прегрешение за 2 года, прошлогодние грехи и следующего года. Поэтому представляете, это какая милость Аллаха, как Аллах милостит к нам с вами, как Аллах милостит к своим рабам. И это указывает опять же нам на то, что Аллах не нуждается в наших поклонениях. То есть за один день поста Аллах прощает прегрешение 2 лет. Субханаллах, это милость Аллаха, это подарок Аси Вишну Аллах, мы не должны это упускать. Поэтому в этот день, я думаю, все мусульмане будут поститься, так как во время хаджа в этот день не постился посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, находясь на Арафа, а именно постятся те, которые не едут на хадж. В этом году никто на хадж не поедет из России, так как и то даже в Саудыск-Аравии, когда созванивался, очень малое количество, где-то 10% примерно жителей пустят, и то из этих 10%, 30% поедут медики. Поэтому, аль-хамду лиллях, у нас, если тот человек, который каждый год ездит на хадж и не постится, то есть возможность ему тоже милость, смотрите, тоже милость Всевышний Аллаху, субхану алейхи вассалям, совершить пост в этот день Арафа. Пускай Аллах, субхану алейхи вассалям, примет от нас и от вас, иншаллах, дает нам возможность в Курбан. Также часто задают вопрос, какой должен быть барашка, какого цвета и так далее. Много есть по этому поводу, разногласий, ему много по этому поводу, есть мнений. Однако, самое главное, чтобы он был без изъянов. Один барашка, часто спрашивают, можно ли, то есть с одной семьи, сколько барашек надо, если там, членам семьи, там 5 или 6 человек, или 3 человека, за каждого нужно резать барашку, приносить жертву, или одного барашка от всей семьи. От одного бюджета, один Курбан, то есть один барашка, от одного бюджета. Но если от каждого человека, если есть возможность, он хочет, там от каждого члена семьи, то нет ничего в этом запрету, аль-хамдуля. Ну достаточно, одного барашка от одного бюджета. Если это корова, то делится одна корова на 7 частей, то есть на 7 семей, на 7 бюджетов. Одну корову на 7 бюджетов, а один барашка с одного бюджета. Делается времена, когда приносить жертвоприношение, как раз вот эти вот 3 дня. Получается, 31-го, Курбан-Байран, 1-го числа, и 2-го, до Магреб-Намаза, нужно совершить вот это жертвоприношение. Опять же, в Москве не так легко это сделать, там в других городах или в селах это легче. Поэтому кто-то сам сделает Курбан, кто-то попросит кого-то там, чтобы у него там дома сделали. Но также, аль-хамдуля, есть у фонда заката, у московского фонда заката акция такая, аль-хамдуля, то, что можно передать им именно сумму. Если зайдете на сайт фонда заката, увидите там, какая сумма, и они уже все сделают, аль-хамдуля. И также делится этот барашка на 3 части. Можно все раздать полностью, можно разделить на 3 части. Эти основные вещи, которые хотелось помнить в очень такой прекрасный хадис, который приводит имам Бухари, то есть то, что когда начинались вот эти первые 10 дней месяца в Дуль-Хидже, выходили на рынок и приносили там текбираты, то есть ходили на рынок и там говорили Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Иллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, на каком-то мероприятии тут же произнести слова текбираты, чтобы наш брат вспомнил и тоже нам было за это иншаллаху награда. Помилуйся Аллаху Субханаху Ата'ала. Я прошу Всевышнего Аллаху Субханаху Ата'ала, чтобы принял от нас и от вас, чтобы дал Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, сейчас как раз просто мы готовимся к намазу Магреб в мечети. Братья вот как раз тоже приходят на молитву, подъехали на молитву и прошу Аллаху Субханаху Ата'ала, чтобы мы дожили до этих дней, чтобы Аллаху Субханаху Ата'ала дал нам возможность делать много-много благих дел и чтобы мы возвеличили эти дни перед Всевышним Аллаху Субханаху Ата'ала. Аллах в Коране в Сурге говорит Тот, кто возвеличивает шариат Аллаха, то это есть из богобоязнен сердец. То есть эти дни мы возвеличиваем еще больше. Почему? Потому что Аллах Субханаху Ата'ала завеличивает И тот, кто его законы, его постулаты, каноны, то это из богобоязн сердец сказал Всевышний Аллах Субханаху Ата'ала. Если посмотреть опять же на сурату Аль-Хаджи, сура, которая называется паломничество Аль-Хаджи, то есть там как приносить жертву, сделать курбан, как делать вот эти все детали, там мало об этом сказано, там об этом больно не говорится. Но с чего начинается эта сура? Я буду пьяными из-за того, что они приняли алкоголь. Из-за чего? Из-за страха перед Аллахом. Буду пьяными. Каждая кормящая мама, говорит Всевышний Аллах, забудет о своем ребенке, грудном ребенке, от страха перед Аллахом. Каждая беременная родит, то есть забудет о том, что в ее чреве от богобоязнницы перед Всевышним Аллахом. Всех вы увидите, говорят, пьяными, но однако они будут бояться наказания. Наказание Всевышнего Аллаха сильное. Вся эта сура переполнена. Если мы, например, посмотреть, то касательно хаджа, в четырех мазхабах, Абу Ханиф, Имам Малик, Имам Шафия, Имам Ахмад бин Хамбль, в своих книгах, что касательно поминания Всевышнего Аллаха, не упомянуто. Не в числе рукнов, не в числе столпов хаджа, не в числе ваджибата, обязательств хаджа или сунан. Почему? Неужто ученые эти четыре мазхаба забыли? Нет, почему? Потому что это более величие, более величие, чтобы это сделать рукнам. Рукн – это столб, без столба само действие действительно. Но, однако, поминание Аллаха в дни хаджа, и во время хаджа – это сердце хаджа. Аллах, когда говорит в Коране, То есть, когда вы только закончили день Арафа, те, кто был на хадже, понимают, целый день, когда он сидел, просил только дуа и больше ничего не делал. Когда вы ушли с Арафата, направлены в сторону Муздалифа, поминайте Аллаха. Потом направляйтесь туда, куда направляются люди. Иди, просите у Аллаха, субхану ва-та-Аля, прощения. То есть, только что ты просил целый день дьема Арафа, у Аллаха, прощения. Поминал Аллаха, и тут же, поминай Всевышнего, как закончил делать Арафа. Опять же, иди и поминай Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля. Поминайте Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля, в эти считанные дни. Поэтому, субхану ва-та-Аля, к чему это говорится? То есть, постоянно, постоянно это нас побуждает, чтобы больше поминать Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-Аля, во время хаджа. Да, Аллаху Субхану Ва Та'ля, нам всем благодати, да, Аллаху Субхану Ва Та'ля, нам сердца, которые будут поминать Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'ля, и быть из приближенных рабов Всевышнему Создателю Аллаху Субхану Ва Та'ля. Я прошу Аллаху Субхану Ва Та'ля, как он нас сейчас собрал, вместе за этим эфиром, чтобы вместе нас собрал в день суда, под своей тенью, под тенью своего арша, и в судный день вел нас в джаннату льфирдаус, била хисабу, била сабиқа тальадады, без спроса и без наказания. Жазакам ла хайр, ассаламу алейкум, рахмакаллахи баракат.